Марина Серова. Девять жизней частного сыщика. Глава первая. Моё тело, как снаряд, прорезало воду. Поверхность ушла далеко вверх. Я донырнула до самого дна бассейна и поплыла, сопротивляясь выталкивающей силе, прочь от трамплина, считая секунды. Прошлый рекорд был 321, но я, не покладая рук, работала, чтобы его превзойти. Главное, чтобы остальные посетители не приняли меня за утопленницу, а то полезут спасать, как в прошлый раз. Желающих тут хоть отбавляй, в основном мужского пола. Потом начинают придуриваться. Мы думали, что вам плохо, показалось, что вы тонете. Если бы, конечно, попался достойный кандидат, то я бы позволила ему и искусственное дыхание проделать, однако таковых почему-то не находилось. Считая секунды, я посмотрела на циферблат водонепроницаемых часов на руке. Опять тороплюсь. В уме я досчитала до 240, а таймер показывал, что прошло всего 3 минуты 42 секунды. Развернувшись под водой, я поплыла к лесенке. Сердцебиение отдавалось в ушах так, что казалось еще немного, и лопнут барабанные перепонки. Не считаясь ни с чем, организм требовал воздуха. Уже было понятно, что собственного рекорда мне не побить. Взявшись за поручни, я вытащила себя из воды и с разочарованием посмотрела на таймер. 5 минут 20 секунд. Ощущалось легкое головокружение. Предметы в глазах двоились. Тяжело дыша, я выбралась на бортик бассейна. Вид 20-метрового трамплина вызвал у меня отвращение. Все, довольна. Побью рекорд в следующий раз. Сказала я себе, опасаясь, как бы от чрезмерно долгого пребывания в воде у меня не вырос рыбий хвост. До этого я без малого 2 часа плавала туда-сюда по дорожкам на скорость. Затем занялась прыжками с трамплина, дополняя это плаванием под водой с задержкой дыхания. Для одного дня этого достаточно. Утром был 10-километровый кросс. После обеда я планировала пострелять в тире. Хватит ли меня еще на спортивный клуб вечером? «Женя! Женя! Евгения Максимовна!» Послышался сзади радостный женский голос. Я повернулась и увидела Агееву, 50-летнюю женщину, у племянника которой я не так давно работала телохранителем. Случай был довольно сложный. Недоразвитый племянник унаследовал от отца, проживавшего в Бразилии, огромное состояние. Прознавший об этом брат отморозок Агеевой решил забрать все себе, попутно вырезав всех наследников. Осложнялось все тем, что убийцу считали погибшим еще в 90-е на бандитской разборке. После ареста брата Агеева усыновила племянника, и они уехали в Бразилию. Поэтому меня очень удивило ее присутствие здесь, в центре Тарасова, в бассейне. На ней был слитный купальник цвета морской волны с переливом и имитацией рыбьей чешуи. Кожа практически черная от тропического загара. За время, прошедшее с нашей последней встречи, Агеева как-то подозрительно помолодела, похорошела, наверняка посетила пластического хирурга, оставив у него треть состояния своего приемного сына. «Вы? Какими судьбами у нас, Алиса Юрьевна?» – поинтересовалась я, приблизившись к ней. «Вам что, в тропиках океана мало? Забрались в нашу глушь?» «Ностальгия, знаете ли, замучила», – сверкнула белозубой улыбкой Агеева. «Потянула на родину! Скоро Новый год, а там солнце, жара, все чужое. Вы представляете себе Новый год под пальмой у океана?» «Если это вас так беспокоит, построите у себя там крытый павильон с хорошей теплоизоляцией и холодильными установками. Завезите снег с вершин кордильер», – предложила я. «Елку можно достать по соседству в Канаде, чтобы через океан не везти. Эффект звездного неба закажите у Спилаберга». «Как только появится ностальгия, сразу в павильон. Поиграйте с Александром в снежки, и все пройдет. Выйдет недорого, миллионов пять, если для постройки наймете молдаван». «Неплохая идея», – похвалила меня Агеева. «На днях обязательно позвоню Стивену, спрошу, сможет ли он подъехать. А если серьезно, я прилетела в Россию рассмотреть возможность инвестиций в здешнюю экономику. У меня подруга занимается строительными материалами. У нее пара магазинов, три склада. На днях она позвонила и попросила кредит на развитие. А я решила махнуть сюда, чтобы посмотреть, что да как на месте. Разговаривая, мы медленно шли вдоль бортика». «Александр, с вами?», – спросила я, вспоминая ее великана-племянника, влюбившегося в меня под конец расследования. «Нет, оставила его в Бразилии. Там он в безопасности», – ответила Агеева. «У него отличная сиделка, в доме уйма прислуги, охрана. Могу побиться в заклад, что им сейчас не скучно». «Да, с ним соскучиться невозможно», – подтвердила я. «Меня сюда Светка вытащила. Я имею в виду подругу», – продолжала Агеева. «Мы съездили, посмотрели ее магазины. А потом выяснилось, что не все так гладко, как показалось на первый взгляд». «Подруга хотела вас кинуть?», – предположила я. «Нет, не в этом смысле. У нее серьезные проблемы, а она надеялась скрыть от меня. Говорит, что не хотела беспокоить по пустякам. Но мне кажется, что это не пустяки. Сам Бог просто вас послал. Если бы мы здесь не встретились, я бы сама, наверное, звонить не стала, потому что Светка не разрешила. Сказала, что собирается обратиться в детективное агентство, вроде у них возможностей больше». Алиса Юрьевна указала на подошедшую к нам женщину. «А это Светлана, моя подруга». Агеева представила ей меня, обрисовав, чем я занимаюсь. На вид Светлана была лет на десять моложе Агеевой. Черные длинные волосы до плеч, слипшиеся от воды, чуть полноватая, круглое лицо. Курносый нос и пухлые щеки делали лицо несколько простоватым. Однако пухлые губы с лукавым изгибом и глубокие прозрачные голубые глаза говорили, что человек не так прост, как кажется. Было заметно, что Светлана следит за своей внешностью, на что указывала безупречная линия бровей, скорректированная в косметическом салоне, а также ровный загар посреди зимы. «И что вам тут Алиса наговорила про меня?» спросила она хрепловатым контральту. «Что мне необходим телохранитель, и что я боюсь нос на улицу высунуть?» Светлана посмотрела на Агееву, снисходительно улыбаясь, «И я заметила багрово-желтоватый синяк, начинающийся у нее от виска и заканчивающийся на щеке». Под волосами проглядывалась приличных размеров ссадина, а на руках синяки в виде пятен желтого цвета с зеленоватым оттенком. Видимо, три-четыре дня назад на Светлану кто-то напал. Судя по синякам, ее хватали за руки и били по голове.